Всем привет дорогие друзья! Очень часто многие автолюбители сталкиваются с такой проблемой, когда очень тяжело воткнуть первую или заднюю передачу. Остальные потом по ходу уже двигаются нормально, то есть включаются, все нормально. Но именно первая и задняя вот проблемно сразу включить. Прежде всего это свидетельствует о том, что у вас ведет сцепление. По какой причине это может произойти? Это может быть банальная недотяжка сцепления, то есть неправильно отрегулированная. Если у вас полноценный нормальный ход педали сцепления, то есть когда вы нажимаете, вы чувствуете, что полный ход идет выжим, то значит это говорит о том, что у вас поведенный диск. Иногда бывают проблемы с корзиной сцепления, но в основном это поведенный диск. Диск сцепления бывает перегрет, вследствие чего бывает поведенный. И поэтому сцепление до конца не разъединяет коробку от двигателя. Получается так, что коробка с небольшим усилием, но вращается. И это мешает включить передачу. Если вы хотите точно идентифицировать проблему, то прежде всего проверьте ход педали сцепления. Если все нормально, то тогда вам придется в любом случае менять ваше сцепление. Это основная причина. Но иногда бывает так, что первую передачу включить сложно, а задняя включается легко. Это говорит о том, что ваша коробка неисправна. В любой механической коробке существуют специальные синхронизаторы, которые перед включением синхронизируют скорости двух шестеренок, которые идут в соединение. Если синхронизатор поврежденный, допустим, стертый, изношенный чрезмерно, то это будет как раз приводить к таким последствиям. То есть первая передача будет очень тяжело включаться. Это может также происходить и на других передачах. Но почему я обращаю внимание на первую? Потому что синхронизаторы первой передачи изнашиваются наиболее сильнее. Синхронизаторы задней передачи изнашиваются намного меньше, так как задней передачей пользуются гораздо меньше. Если у вас проблемы с синхронизаторами, то это обязательный ремонт коробки передач. Надеюсь, друзья, что этот ролик для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы! Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok